Привет, друзья! С вами Братья Слума. Продолжаем наше приключение на Вустошах. И со мной сегодня играет Палыч. Прямо здесь, вот рядом, пальцами Махалыч традиционно. Марина. Привет. Баги. Здорово! Жека Дрожа. Андрей Волков. И сибирский Лемминг. Вроде... 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 Вроде тоже здесь. Вроде он. Вроде здесь, да. Мы остановились на долгом разговоре у костра и пьянки, как это обычно бывает, к чему скатываются все ролевые игры. Как в метагейме, так и непосредственно в самой игре. То есть, обычно сидят такие прыщавые подростки, 13-летние, и жутко бухают в таверне. Под видом орков, эльфов, да? Ну, на полевухах и так бухают, так, да. Нет, ну они-то представляют себя накачанными орками, уточенными эльфами и там... Знают суть в эльфах и орках, да? Ладно. Так вот... Нет, а то ты чё, прыщавый подросток, о чём речь-то? Да, это понятно. Ты просто прыщавый. До сих пор. Хорошо, ладно. Сука. Мыть, собственно, надо, бани. Чё? Загонила. Не слышал, да? Ты это начал. Мы продолжаем. Ладно, мы возвращаемся к вам, и сейчас утро забрежило над пустошами, и всем своим адским светом солнца оно вторглось в глаза Феникса, который, разлепив глаза, понял, что у него... Какого Феникса? Вы чё там... Чё за... Феникса здесь? Вы на перекуре там, ну чё, тут или что? Сейчас ещё единороги начнут. Ага. Этот Феникс летел над горами в Средиземье. А-а-а. Орёт на горизонте. Ты сейчас такие, знаешь, типа, там... Он был предводителем стоить на дорогах. Сприч-бульбулятор, сприч-бульбулятор. Да. Но всё это было лишь фантазией Феликса, который только что проснулся, и на него навалилось жуткая головная боль от похмелья. Это да. Которого у него не было уже давненько. Вот он рядом видел, как Дорица. Сорландо сбежал. Да. Там не факт. Ах, ты ж молодец. Там может быть на трезвяк. Я не помню. На трезвяк. Ну да. Ну да, после пьянки всё было. Снимем отдельную серию как-нибудь. Такой в стиле, знаете, там где все себя на стульках вспоминают, как это было на съёмках. Ну рассказывает такой, да. Да-да-да. Значит, похмелье у вас, все господа, и вы все начинаете медленно просыпаться. В то время вокруг ходят все наши гули. Они уже собираются. Палатки собраны, машины... А у них похмелья нет? А Волков просыпается без руки. Такой... А кто сказал, что я спал? Гули, они так чисто для вкуса. На них алкоголь не действует, к сожалению. Больше симпатическое такое опьянение, чем... Я на гуле... Ну я чего посмотрю. Сделай меня гулем, Господи, убери боль. Нет. Пусто же сделает всё за меня. Не волнуйся, мой друг. Так что, господа? Да, говорит он, громким голосом, который на батом у вас раздается в голове, просто так бьет всех. Тихо, тихо. Да-да, извиняюсь, говорит он. Рядом, наверное, Палыч вышагивает бодрый, да? Я рядом с нашим этим, как его? Какой вышагивает? Он пристегнут... Волк позади полотится. Рядом, что делает с волком вместе. Жесткий диск полотится, и потом полотится сзади. Да, извиняюсь, я же забыл, что я пристегнутый наручниками. Хорошо. Наше сейчас утро, и Чоп объявляет о том, что сегодня в плане вам нужно позавтракать плотно, и к обеду будем уже у червей. Продадим им жесткий диск. По-быстрому. Надо выторговать как можно больше, потом поделим все, как и договаривались, 10% каждому. Я говорю, хорошо, ну давай за завтраком еще переговорим некоторые детали. Ну, отлично, давай, сейчас будут все вытаскивать какие-то банки, там бобы начинают жарить, и вы все снова усаживаетесь и готовы к тому, чтобы продолжать cool story. Я понял, что этот режим игры вас встраивает для вас доборчик, когда ничего решать не надо, просто сидишь такой, болтаешь у костра. Такой, как пикник такой, знаете. Это как в террарии на рыбалку сходить, да? А мы давно не виделись просто, между прочим, из-за тебя, поэтому, ну, хотим посидеть, попиздеть. Кто вам мешал вот так вот в пятером собираться в скайпе? Ну ладно. Давайте, значит, завтрак готовится, солнце встает. Да, я говорю, что... Чё? Несмотря на то, что мы собираемся продать червям вот этот девайс, вот, я понимаю, что для тебя это очень выгодно, но у меня к тебе есть одна просьба, и в этот момент я наклоняюсь к нему, похлопывая по плечу и говорю, как к другу скорее, а не как к партнёру. Я слушаю тебя, партнёр. От сука, а! Это я не вслух сказал. Ну, по глазам можно было пройти. Презрительный взгляд. Короче, пацаны, не сработало газовое. Валимся, как всегда. Так что меняется, ну... Ну ладно. Я пытался. Ну говори давай, чё ты. Ладно. А суть в том, что нам необходимо, чтобы ты заручился перед червями за нас, и нам некоторое время нужно задержаться будет у червей. С такой целью? Ну, это уже наше дело, нам нужно с ними кое о чём переговорить. Но дело в том, что... Ну, ребята, можете меня подставить, у меня тут торговые связи везде, сами понимаете. Если вы там какую-нибудь бучу замутите, то потом это же на мне отразится. Кстати, у меня есть вопрос. Никто из гулей не интересуется кулачным боем? На завтрак. Ты уже гули готов, пизденька, пацаны. Дайте хоть кого-нибудь. Вон стынись. Вон стынись. Иди, вы же женщины и дети и старички. Им 400 лет. Они уже старые. И как уважение к старшкам. Иди корягу какую-нибудь побей. Теперь в кустах слышны удары об дерево, да? Так, а... Подождите, за всё это время, серьёзно, Левинг хоть раз участвовал в кулачном бою? Нет! Обламывается всегда, понимаешь? Пацаны, я вот отвечаю. Как только этот квест доделаем, если доделаем, отправляемся на поиски байкеров и, короче, к ним с дружеской впиской и устраиваем там турнир. У нас там будет боец, делаем ставки. Шапки будет. Понятно? Левинг. Каждый раз срывается, ну... Чемпион пустошли. Замешает, да? Я не могу там... Не-не-не, а чё? Можем на самом деле, короче, если сейчас всё нормально провернём, потом, если игра продолжится, то я только за то, чтобы вернуться к байкерам и устроить, например, за счёт байкеров, короче, разослать приглашение всем нынешним поселениям и устроить чемп, короче, по плане Чопа. Такая разорённая Хабитания. Возвращаемся в Хабитанию. Да-да-да. Ну, чё, отлично же. У нас будет свой боец, мы будем его, короче, там... Качь бойца числа, симулятор, симулятор, менеджер. Симулятор, менеджер, менеджер, да-да-да. И будешь выступать в майке у Чопа. Так реклама будет. Да, да, да. На заведение. Если всё хорошо провернём. Как нас не придаст. Но тем временем... Да. Тем временем, да, давайте вернёмся к завтраку. К завтраку только. Да, только к завтраку. Я говорю, ну, хорошо, а что... Какие конкретные у тебя опасения? У кого? У кого спрашиваешь? У Чопа? Я лучше у Чопа, у Чопа, конечно. Я и хочу, чтобы этих опасений не было, поэтому вы, как партнёры, могли бы рассказать мне о собственных планах, раз в ходить там задержаться. Послушай, Чоп, ну, будем откровенными. Ты нам в прошлый раз о своих планах не рассказывал, когда нас оставил... Ну, тогда это был общий план, который, в общем-то, я показал, как отличный, и вы же сами понимаете. Нет, он показал, как отличный для тебя, но мы, на самом деле, в определённый момент растерялись. И мы часть плана не знали. Послушай, давай так. Так, я тебе обещаю некоторую прибыль, даже большую прибыль от этого дела, но в часть плана тебя не присущу. Разве это не будет справедливо? Ну... Он так со счётами говорит, так, ну и что вы там собрались украсть? И что вы там собрались украсть? А что тебе нужно? А что тебе... Что конкретно тебя интересует, да? Что конкретно тебя интересует у червей? Ничего особенного для меня интересного. То, что мне нужно, они и так отдадут, потому что это не нужно им. А то, что нужно им, разве не нужно тебе? И разве это никому нельзя... Загнать или... То, чего им нужно, я им дать не могу и не хочу. А что им нужно? Я сказал, то, что им нужно, возможно, получишь ты. Я запутался. Чё, ну не будь таким простаком. Они знают, что мы знаем, что они знают. Я сказал, что... А неужели некоторые вещи, которые интересуют только их, на первый взгляд, не интересуют никого другого в этих бескрайних степях пустоши? Естественно, то, что мы сейчас сделаем, это будет долгосрочное вложение. Во-первых, это будет, я надеюсь, некоторая сумма в деньгах. Во-вторых, это будет также значительное количество боеприпасов, которые ведут, как вы знаете, на пустоши не хуже, а то и лучше, чем деньги. И в-третьих, это будет долгосрочный контракт на то, чтобы сбывать их... Продукцию их агрокомплекса. Агрокомплекса. То есть, тебя интересует их агрокомплекс. Естественно, у них отличные сады, которые питают их, и еще и солидные излишки остаются. Я бы хотел шепнуть кое-что, мягко шепнуть кое-что на ушко нашему командиру. Давай. Я хочу... Как обезьянечко. Может быть, мы предложим ему, как бы, как это сказать, сотрудничество с Анклавом? Долгосрочный контракт по снабжению? Блядь, ну это вот рискованно, потому что мне потом начальство в жопу выебет. Первый раз придаст. А я не сказал, собственно, о том, чтобы заключить этот контракт, и о том, чтобы предложить это сотрудничество. То есть, Анклав отправил... Там уже видно... Пришли с женщинами, с детьми, какими-то с друзьями, друзей привели там. Помнишь, как в той песне? А ты собак, козел? Сама ты козел. Да. Сама ты привела своих друзей. Вряд ли, вряд ли. Алкашей друзей. Так, подожди, плаши у меня. Неизвестно, как у нас происходит с аккаунт. Уважаемых людей, да. Обросли семьей, да? Ну да, да. Послушай, окей, хорошо. Я говорю, послушай, Чоп. Дело в том, что... Возможно, есть другая организация, ну, помимо червей, которым твоя осведомленность и твоя популярность на этих участках пустоши пригодилась бы и была, самое главное, ценилась бы ими больше, чем червями. И мы можем тебя с ней свести, с этой организацией, если ты нам поможешь. И что это такая за организация, с которой я, по-вашему, еще здесь не сведен за это время? Есть такая организация? Есть такая? Крутите барабан. Кажется, есть. И как мне ее называть тогда? Как она сам называется? Анклав? Не анклав же. USA. Ну пусть... На правительство. Да, да, да. Работает на правительство. Старое правительство. Напомни про старые времена. Он же вспоминает старые времена. Да, да, да. Напомни ему. Помнишь, как было хорошо при Буше там? Ну, особенно при старшем, да. Да, да, да. При Рейгане. При Рейгане, вот именно. Да, мы же там... Рейган вообще молодец. Ну, так вот. Ну, помню, да. И к чему вы это ведете? С братством Стали хотите место вести, что ли? А при чем здесь братство Стали? Ты не в курсе, что на пустошах есть действующее правительство? На пустошах вернулось правительство. Вернулось правительство, что ли? Да, это легенды все наверняка. Я слышал, что здесь бродят какие-то... Летают винтокрылые и так далее. Ну, это все либо легенды, либо кто-то просто старательно хочет, чтобы так считали. А так, это обычные бандиты, я уверен. Покажи ему пип-бой. У меня уже нет пип-боя. Да? Черт. К сожалению. Ну, как-то доказать это можем. А, и тут Джейсон снимает маску. И там что? И тут же орел взвивается такой. И флаг сзай такой. Давайте без спецэффектов. Чего дальше? Я говорю, ну, с чего ты взял, хорошо, что это легенда, а не правда? Ты ни разу не встречался с этой организацией? Правительство мертво еще с первых дней атаки. Да, 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 да. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо. Может быть, и так думаешь. Дело в том, что на самом деле, именно потому, что ты сам лично не встречал, а только слышал об этих, о якобы слухах, именно поэтому я и говорю, что... Не будьте такими легковерными, говорит он. Поверьте, моему многолетнюю опыту, все это брехня. А вы и не слушайте те, которые говорят о том, что правительство там и так далее. Все это брехня. Правительство реально снять штаны и показать татуировку. Там мне написано только ляшка. Не, походу, да, кстати. А перед чоком хуй знает. Ну, серьезно, правительство спасает всегда первым. Да, ну, она, конечно же, выжила. Ты что? Может быть, но... Если это недоказуемо, то я поверю скорее в Гитлера на Луне, хотя вы не знаете, кто это такой. Это певец был, да, в 70-х? Ну, типа того, да. У него со Стингом был совместный проект. Он понравился вот это еще там. Понял, кстати, насколько мне говорили, у него были очень хорошие речитативы. Он так еще... Это... Он, скажем, зажигал массы, да, еще скажите? У тебя на пимбой просто какой-то раритетный коут, видимо, сохранился. Ну, это уже другое слово. Сжег. Вот этот тип реально сжег. Реально сжег. Сжег. На корпоративы, да? Ну, как на корпоративы? Брал там банкиров всех. Ладно, проехали эту тему. На 9 мая будем делать. Они воевали за тебя, а ты даже не знаешь, как их зовут. Кто кого? Гитлер. Воевали за тебя все романьонцы. Я все вспоминаю этот рисунок, где там с мамонта забивают. А, да, 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 лучшее, лучшее, да. Ну, давай ты там, короче, у вас пауза такая театральная, у вас это все в голове пронеслось, а чем все еще смотрят выжидающие? Ну, как мы можем заказать, думаем все. Про штаны это шутка или у нас там были шатухи? Нет, у нас, смотрите. Я просто не помню, может, нам даже штрих-код какой-нибудь. Номер три там. Размер. У нас какие-то вообще с собой есть доказательства? Нет, естественно. У нас кроме банки ничего нету, но банку не стоит. А у вас пипой есть. Где, у кого? Ты же говорил, что у меня... А, пипой отняли, да, точно. У нас нету нихера. А на банке нету там штрих-кода какого-нибудь или выбито? А мы случайно вместе с банкой не вернули, и что ему с этого штрих-кода? Ну, там написано. Мы случайно вместе с банкой пипой не могли захватить. Мады ин юэсэйны. Меня захватили? Пипой? Нет, нет, нет. Пипой у меня... Пипой-то вам обеспечивал бы связь с базой и так далее. Это слишком много. Гимн юэсэйн. Вряд ли кто-то с суши просто так знает. Может, мы сейчас хоп процитируем. В натуре давай пропоем. Да. Ну, мы поем, короче. Все хором. Ну, если хочешь, то мы не знаем, да. Кто? Марина, ты поешь? Да все вместе, давайте. Приложив руку к сердцу. Так, быстро найдите быстренько тексты и пойте тогда. В интернете. Давайте, я хочу это послушать. Ай, да иди в жопу. Да ладно, мне интересно, давайте. Нас съебешь, ты все интересно. Короче, наши персонажи. Давай, давай, ради зрителя. Ради зрителя, давай. Иди к садницу. Ну, хотя бы прочитай рэпчик. Я даже, я даже вот руками вот не тянусь даже. А Леменк нашел. Нет. Нет. А я вижу, этот, буква у тебя от сверки. Нет, я все-таки отказываюсь. На лысине. Я отказываюсь принимать вашу версию, что вы поете гимн, если хотя бы кто-нибудь из вас не споет хотя бы один, там, несколько строчек. Америка, Америка точно у них была. Америка, Америка, славься наш народ, там, как-нибудь. Вот, вот, вот. Видишь, у нас есть человек. Америка, Америка великая, наша держава. Это перед ядерной войной был такой, да, гимн у вас? Ну что, никто не споет, всем слабо? Даже Банни не споет гимн Америки, может, не поверю. Такой белоленточный и не споет. Такой что? Белоленточный. Белоленточный? Как червь, что ли? А, нет. Это вам, Алексея, сюда надо. Алексей бы спел. И прочих либерастов. Все, понеслось. Так что, никто не споет гимн? Чоп, не поверит. Чоп, не верит. Задницу Чоп. Как не верит? Я так старался. Я просто зажег массы, там, гули на заднем плане, там, уже хлопать начали, вспомнили. Чувак, для этого, кстати, между прочим, мы, ну, правила изобретены, когда, ну, игроки не могут что-то сделать. А что вы спеть-то не можете? Вы чисто стесняетесь. Вы это можете просто стесняетесь. Для того, чтобы спеть, надо... Чувак, для того, чтобы спеть, нужно не просто зачитать, надо несколько раз прочитать, заполнить, а потом в голове это все равно раздвить. Ну, когда ты взламываешь замок, ты же не говоришь, как ты его взламываешь, засовываю, там, в дырочку штучечку. Давайте хоть попробовали, ладно, хорошо. Окей, ладно. Ну, вот это хорошо. Юджин, давай пять. Дырочка, штучечка. Окей. Я бы, конечно, сказал, тогда спойте гимн России, но ладно, не буду требовать. Слушай, все равно вы его не знаете. Эстония, да? Контроль. А, кстати, ну, я, на самом деле, гимн России очень... Да я даже не удивлен. Гимн Советского Союза, может, что-то вспомнишь со скрипом. Да. Ты носишься на бой, а там пойдет, она же одинаковая. Ладно, хорошо, вы, короче, поете все хором. Кто поет? Марина, ты поешь? Да пою, наверное. Слава не поет, Женя поет. Ну, да, Женя. Все по стойке смитно встали. Лем, ты поешь? Конечно. Но вы так всех зажигаете, что даже гули начинают подпевать, и на, к Палыч. Они слезу не пустили. Всех вспоминания сразу же. Они не могут. Ну, хотя бы глаз выпал, я не знаю. Так, после этого Чоп машет другой и говорит, ну, это, предположим, вы слышали на пластинке. Так, дальше. Это что вы сейчас хотели доказать, говорит он? А на пластинке? Ты последний раз, когда пластинки слушал на пустоши? У меня неплохая коллекция в стынечке. Нашел спросить у кого? У барыги, который все-все может добыть. Так что вы мне хотели доказать своим великолепным пением, спрашивай там? Ну, я так понял, мы осознаемся, да, что мы есть правительство. Ну, осознаетесь тогда. Нет, почему, мы не есть правительство, нам не дать осознаваться. Кто у вас будет выступать-то? В смысле выступать? Ну, что дальше ты будешь говорить? А теперь концерт. В смысле мы будем доказывать? Он говорит, ну спели, дальше что? Вот у командира спрашивай, мы будем добивать, чем нужно и есть. Представители правительства. Отделение МВД, да? Пожалуйста, давай. Или нет? Так давай доказывай, где текст-то, я не вижу. Какой текст? Ну, текст, что вы ему говорите? Будем ли мы или не будем ли мы? Как же мы доказали? Слышь, мы доказали. Схватит на меня доверить, ты в прошлый раз так уже делал. Паспорт. Дай мне время подумать. Да или нет, быстро. Паспорт. Паспорт. Да господи, догорело все, уйдем, давайте уже признаемся. Да, конечно. Я тоже. Не, на самом деле мы в любой момент можем этому хрящу свернуть шею. Конечно, устроить прям здесь будь. Но, 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 давайте свернем об ушей. А кто-то, а кто-то возле костра вчера ночью, давайте будем дружелюбить в тружу. Я же говорил про бандер. Скатился все-таки, скатился свое бандерство. Да, все, бандер. Иди в садик, я сказал. Ура. Давайте всех перебьем. Что мы, как, как, ну ладно. Сознаемся, да. Короче, все, заткнитесь. Я говорю, ты знаешь, откуда мы знаем этот текст? Какие твое предположения? Пластинка. Даже с пластинки. Куда угодно могли мы ее слышать. Возможно, и мы знаем его именно потому, что нас учили этому тексту в нашем отделении. Ты представь, я лицет какой-то, такой-то там. Я говорю, ну, я стою в стойку и говорю, я командир, как там меня... Капитан Джекуруми. Да. Верон Майлис. Майлис. Да, и знаешь, забываю уже сам. Командир такого-то там отряда смертников. Да, вот, да. Со своим подразделением прибыл на эту площадь для решения определенного задания. И в жопу. Что-то он, походу, не протразвел, да? С вечера-то явно. Ну, предположим, говорит он. Как это может мне помочь, помочь вам? Блядь, чё, ты мне казался раздумнее. Ты серьезно считаешь, что если мы, если ты будешь сотрудничать на Червей или на возрождающееся правительство США, то ты сам подумай, где выгода больше? Я выжил, говорит он, только потому, что ни на кого не работал. А работал всегда только на себя. Не принимая ни одной из сторон. Это мы уже замечательно поняли. А вы мне сейчас что предлагаете? Мы предлагаем подработку. Это я всегда успею. Вот именно. Мы тебе предлагаем встать на сторону победителя, как ты все время это делал. А как только этот победитель... И что получу я, как представитель, скажем так, местной фауны? Возможности. Мэджик. А у него они и так есть. Воображение. А что ты можешь... Ты можешь замолвить за меня словечный, настолько важная персона? В правительстве США, говорит он, так усмехнувшись, и посмотрев на других гули, которые тоже так улыбались. Почему же в правительстве США? Ты очень даже можешь быть рекрутирован... Вот это нет. Вот это нет, Горя. Ну что ты? Тарковцы. Рекрутировать... Вот этого не надо. А что тебе надо? Ну он же хотел домик... Крышек тебе надо. Деньги? Немерено бабок, еще столько же добавок. Деньги, товары, торговые пути, всего, что меня интересует. Послушай, у тебя есть куча информации об этой территории. За которую ты платишь? И она будет, да, и она будет очень цениться. Тогда почему мы несем этот жесткий диск червям, спрашивает он. Вот тут надо подумать. Говорите мы, что мы их будем. Потому что черви нам не нужны. На этом жестком диске такой информации нет, который нам не знают. Откуда вы знаете к этому информацию? Там вообще... Мы догадываемся. То есть вы хотите продать эту информацию? Вы согласны с моим планом продать червям? Да, продать червям. Послушай, у нас есть конкретная цель, как у отряда, и мы собираемся ее выполнить. Боевая задача. Да, и с какой, получается, жертвами информации? Это уже нам не важно. Ну, сложив 2 и 2, я могу предположить, что это либо разведка, либо уничтожение. На разведку. С комиссией. Ну, теперь осталось у вас узнать только разведка или уничтожение. Раз уж мы партнеры, и у нас нет секретов друг от друга. Конечно. Ну, конечно же разведка. Что-то я даже подзорную трубу смотрю. Мы же для начала должны узнать, с кем мы имеем дело. Верно? Ну, для начала разведка. Поэтому нам нужно проникнуть внутрь. Правильно? Мы проникнем внутрь, мы же будем им продавать. Просто я боюсь, что если вы испортите отношения, то потом все наши договоренности с червями накроются медным тазом. А это довольно большая часть, знаете ли, нашей сделки. Договоренность с червями тебе выйдет боком, когда правительство здесь. Тогда, может быть, не будем им ничего продавать? А продадим, например, Дельте? Или вашему пресловутому правительству? Или даже есть такой вариант продать обратно церкви за неплохие барыши? Нам надо червян для исследований их территории посмотреть. Блядь, ты же понимаешь, что для нас это ключ для того, чтобы проникнуть туда. Вот с этого и надо начинать. Что же я получу все-таки? Ты получишь... К краткосрочной перспективе. То, что заплатят черви. Сто процентов того, что заплатят черви. Легко. Отдается по рукам. По рукам, говорит он. Ты пожмись, пожмись. Скажи 90, а потом 100. Знаешь, так. Поиграй. 75. По рукам, и мне все равно, что вы делаете с этими червями. Сто процентов тебе за продажу диска, но от тебя услуга нам. Какая? Чтобы ты нас правильно ввел в эту организацию. Вы не понимаете, что значит ввести в эту организацию? Нет, мы понимаем, что значит... Вы войдете в эту организацию, в том же случае, если вы сами станете частью их. Мать твою, да заткнись ты. Ты же понимаешь прекрасно, что мы имеем в виду. Не начинай меня раздражать. Окей, у меня есть план. Мы приходим. Я говорю, что собираюсь здесь в долгосрочной перспективе держать более солидную лавку, чем была. И вы остаетесь для того, чтобы сколотить более-менее подобающую лачугу, которая будет отвечать всем моим требованиям. Вы такая быть бригада плотников. Как вам такой план? Вот видишь, говорю я. В этот момент дружески хлопаю его так по щеке. Говорю, можешь ты когда хочешь. Но вы же понимаете, что 100% и 50% это немножко разные суммы. Естественно, за 100% я готов на 100% и думать. Отлично. Ну что ж, собираемся, поконим. Я так и готов на 100%. Да, все отлично. Говорит он, поконим, выдвигаемся. Не погнил. Все забираются по машинам. Вы тоже? Ну да. И уезжают в сторону поселения червей. А мы на этом сегодня заканчиваем нашу серию. Спасибо, что смотрели. С вами был я и мои друзья. Не буду всех перечислять. Потом всех вначале перечислил уже. В начале следующей серии смотрите, кто со мной будет играть. Живите долго, процветайте. Всем пока.